Да, казалось бы, кто может так сильно поразить хвойные? Но у них достаточно много вредителей, и наиболее опасная из них группа вредителей сосущих. К ним относятся тли, щитовки, ложнощитовки, хермесы. Вот. И я думаю, что стоит первыми рассказать о хермесах, которые достаточно опасны. И, ну, они, в принципе, самые примитивные эволюционно из наших сосущих. Группа хермесов, она похожа на очень примитивную тлю. То есть это мелкие сосущие вредители, и многие из них образуют галлы. Такие своеобразные наросты на молодых побегах текущего года. Для чего это нужно? Вредитель, который находится в галле, он абсолютно защищен от воздействия. На него не действует ни дождь, ни хищники, ни мы с препаратами. И достать его в этот момент совершенно невозможно. Можно, конечно, системным чем-то обработать, но эффект будет все равно не тот, и галл никуда уже не денется. Что же делать? Нужно точно знать цикл развития наших хермесов и ловить их именно в тот момент, когда они наиболее уязвимы. То есть они уже вылупились из яиц, но они еще не сформировали галлы. Хермесы, как правило, зимуют на побегах в основаниях хвоинок, выходят весеннее ранней весной и продолжают развитие где-то до середины мая, а потом формируют галлы. Вот в этом году у нас была очень ранняя весна, и галлы начали формироваться местами даже в апреле. В этот момент обрабатывать уже поздно. То есть ни один контактный препарат не сработает. Системные сработают плохо. Нужно обрабатывать, получается, ранней весной. Или нужно обрабатывать в тот момент, когда галл лопнет. На слайде вы сейчас видите как раз вот такой вот лопнувший галл, из которого разлетаются маленькие хермесики. Это идеальный момент для обработки. Для весенних видов он наступает где-то в июне-июле, и для поздних осенних хермесов это будет август. Так, больше того, это подловатое немножко животное, имеет, ну, несколько видов их есть, и многие виды двуххозяинные. Это, например, елово-лиственничный хермес, который зимует на еле, а на лето перелетает на лиственницу. Таким образом, перезимовавшие насекомые весной питаются на елках, летом живут на лиственницах и формируют уже галлы и питаются там. А на осень, обратно в августе, перелетают на еле, там зимуют. Поэтому в тот момент, когда мы видим уже повреждения, обрабатывать там уже совершенно поздно. Есть, конечно, и однохозяинные хермесы, такие как сосновый хермес, который поражает все виды сосны. Но в целом, какие деревья наиболее уязвимы к хермесам? Деревья, которые приехали из питомника только что. Деревья с ослабленной корневой системой. Деревья с низким иммунитетом. Перекормленные азотными удобрениями. То есть, если мы приобрели хвойное растение в питомнике, стоит очень внимательно отнестись к тому, чтобы на нем не оказалось вредителей. Потому что оно более уязвимо и требует дополнительных обработок. Поэтому внимательно смотрим и профилактически обрабатываем, пока мы еще не видим повреждений. Итак, на что обратить внимание? Сначала нужно обратить внимание на белые восковые чехлики и такие пузырьки восковые, волосатенькие, которые находятся на основаниях молодых хвоинок. Это молодые хермесы, еще не сформировавшие галлы. Второе, на что нужно обратить внимание, это такие своеобразные разноцветные шишечки, не ко времени, тоже появившиеся на молодых побегах. И это признак того, что наш хермес уже проявился, и бороться с ним нужно только с системными препаратами. И еще один такой признак, ну, больше видный специалистам, это пожелтение и искривление молодых хвоинок, покусанных хермесами. Ну, это вообще повреждение, характерное для всех сосущих вредителей. Так, что еще важно? Желтый и его волиственничные хермесы, они поражают в основном молодняк хвойных деревьев, ослабленный какими-то условиями неблагоприятными. То есть растущие в городе или залитые. Вот хвойные на газоне часто очень ими поражаются, потому что хвоя на газоне, это всегда красиво, но они требуют разной агротехники, поэтому любые елочки на травке, они всегда очень мучаются. Часто бывает, что поражаются растения, которые растут на крутом склоне или наоборот в низине, которые переливают или не доливают. Что важно, что поздние виды хермесов, то есть поздний еловый хермес, они поражают скорее не молодняк, а взрослое растение, но тоже находящееся в гнетенных условиях. То есть планируя обработки, стоит обращать внимание именно на это. Какие критичные моменты имеются в борьбе с хермесами? Самый первый и самый важный это конец апреля, это выход основательниц. Ну я говорю про нормальный год, если весна очень ранняя, то это будет раньше, если весна поздняя, то позже. И в этот момент выходят основательницы, если мы их уничтожим, все будет классно. Второй критичный момент это середина мая, когда уже образуются галлы. А в этот момент уже бесполезны контактные препараты, но можно еще пользоваться системными. И наконец следующий момент, это либо переселение на вторичного хозяина, либо это может быть уже переселение на зимующую стадию после выхода галлов. В этот момент мы опять можем использовать контактные препараты. До образования галлов мы можем использовать какие-то контактные препараты, такие как ДЕЦИС, такие как АкТЕЛИК, НУРЭЛ-Д. Лучше всего с фумигантным эффектом, такие как АкТЕЛИК. Они хорошо проникают в основание хвоина, под чешуйки, где прячутся наши основательницы. Когда галлы уже образовались, контактники не сработают, сработают только системные препараты. Сейчас эффективный Амплиго, Корраген, новый препарат МОВЕНТО, отлично работает по скрытноживущим сосущим. Можно под корень растений полить АкТАРОЙ или АнтиХРУЩЁМ. Эффективно также закапывание капсулы НИЦИАТОРа под свежепосаженные растения особенно. Ну или контейнерные растения. И если мы тщательно поборемся с нашими хермесами на всех этапах их развития, то просто мы не встретим галлов, и наше растение будет красивым и здоровым. Следующая важная группа вредителей – это щитовки и ложнощитовки. Они отличаются друг от друга тем, как у них формируется панцирь. Если у щитовок он не приросший к телу насекомого, то у ложнощитовок он частично прирос, и его невозможно снять, не убив насекомое. Панцирь формируется из выленивших личиночных шкурок. Кроме того, щитовки славны тем, что они единственные, полностью неподвижные наземные животные. Ну, оно ему и не надо. Так как наше насекомое в личиночной стадии расселилось, воткнуло хобот в сосуд растения и сидит дальше, а ему уже ничего не нужно. Оно утратило глаза, усики, ноги и вообще не похоже на насекомое. Вот сейчас на слайде вы можете видеть красивую щитовочку. Из хвойных наиболее опасны специфические для них виды – еловая и большая и малая еловая ложнощитовки. Они поселяются у основания побегов, и чем нехорош этот вредитель, тем, что его видно в мае, а бороться с ним надо в июне предыдущего года. Тоже в тот момент, когда он расселяется, потому что уже взрослое насекомое совершенно неуязвимо, его уже ничего не берет. Тогда как личинки, которые вот сейчас расселяются по новым хвоинкам, они прекрасно уничтожаются любыми системно-контактными инсектицидами. Те же самые – мовенто, амплиго, энджио. Главное – поймать момент. У вас есть буквально-таки две недели. Еще один важный признак поражения щитовок, по которому можно заподозрить, что наше растение поражено – щитовки, они пассивным образом питаются, они сосут сладкий сок за счет давления, которое создают корни растения. Поэтому излишки они сбрасывают из анального отверстия. Выделяется сладкая патья. В ней достаточно много сахаров, ее очень любят муравьи, ее очень любят осы, пчевы. Ее очень любят осы пчевы и сажистые грибы. Поэтому если мы видим, что наша елочка, пихта или сосна покрылась таким черным сажистым налетом, вокруг нее роятся мухи, как будто это мед или что-нибудь еще, вокруг нее летают осы и пчевы, первое, что стоит заподозрить, это наличие каких-то сосущих вредителей. По поводу мер борьбы. Значит, как и с хермесами, больше всего страдают от щитовок растения, которые растут в неблагоприятных условиях, перекормленные, растущие в затененных местах, с неправильным поливом, те, которые избыточно перекормили весенними удобрениями. Что делать? Перевести на осеннее удобрение, там, где больше калия. Калий делает сок невкусным, на нем щитовки хуже размножаются и намного больше страдают. Вот. Значит, что еще? Еще мы обязательно должны проводить обработки, соответственно, цикл развития. То есть в тот момент, когда наше насекомое расселяется. Когда летают самцы, когда бегают бродяжки. Они, кстати, отлично летают с потоками воздуха. И когда уже мы видим самих щитовок, как правило, бороться с ними поздновато, но можно использовать какие-то препараты с мощным системным эффектом, такие как Ampligo или Mavento. Против крупных щитовок, такие как еловые, эффективный пролив препаратами, инсектицидами под корень. Это октара или антихрущ. Следующее наше прекрасное животное – это мелкая можжевеловая щитовка. Чем она отличается от еловых? Она действительно очень маленькая. И у нее период уязвимости буквально две недели. Вот сейчас вы видите личинок первого возраста, которые как раз расселяются, и в этот момент стоит их обработать. Здесь сейчас у нас середина июня. Буквально через две недели наша щитовка сформирует щиток, сядет на постоянное место жительства и будет вообще неуязвима ничем. Практически. Эта щитовка отличается тем, что у нее очень маленький короткий хобот, он не проникает в ксилему растения. Поэтому обработки системными инсектицидами, к сожалению, против нее практически неэффективны. Потому что она сосет сок из флаймы, который поступает из листьев к корням, а туда не идут почти препараты. Но сейчас Байер сделал классное исключение из правила. Это препарат Мовенто. Он имеет базипитальный эффект и отлично работает по мелким щитовкам. Таким, как запятовидная яблонная, таким, как можжевеловая щитовка, таким, как самшитовая, медяница. Он действительно отлично работает. Но, конечно, лучше же обработать контактным препаратом. Это будет и дешевле, и эффективнее до того, как щитовки сядут на постоянное место жительства. Меры борьбы. Не менее двух обработок через неделю, чтобы точно выбить всех щитовок, они же не одновременно вылупляются. Две обработки, а лучше три через неделю, где-то начиная с середины, с десятых чисел июня в нашей зоне. Вот сейчас, в конце июня, должна идти вторая-третья обработка. Обязательно подкормки осенними удобрениями. То есть любое поражение сосущими вредителями – это всегда недостаток калия и избыток азота. Обязательно стоит использовать какие-то препараты, укрепляющие стенки клеток, стенки сосудов, такие, как брексил кальций. Обязательно стоит использовать препараты-стимуляторы иммунитета. Например, Viva и Kendall в баковой смеси отлично работают. И любые наши щитовки, они славны тем, что их мало того, что тяжело достать, они очень быстро вырабатывают устойчивость к препаратам. Поэтому обязательно комбинируем контактные и системные препараты с различными действующими веществами. Актеллик, Децис, Энджио, Амплиго, Корраген, какие-то препараты с лямбдацегалатрином, такие, как оперкот или каратезион. Из значимых щитовок на хвойных еще нужно отметить туевую щитовку. Это животное происходит из Северной Америки, занеслось к нам уже довольно давно, но оно обычно не очень опасно. Оно дает одну генерацию в год, а зимуют личинки второго возраста, то есть осенние обработки в августе против нее обычно достаточно эффективны. Август, август и апрель. Кто еще достаточно интересен? Из мелких щитовок очень интересна коричневая щитовка. Она по биологии тоже похожа на можжевеловую. Она поселяется обычно на хвоинках. Ближе к центру такие черные или коричневые мелкие бугорочки конусом. И, как все мелкие щитовки, она не поддается действию обычных системных препаратов, но по ней работает Моэнту. Значит, еще очень интересное животное, которое тоже, в принципе, близко к хвойным щитовкам, это самшитовая запятовидная щитовка. Сейчас по самшитам как бы модной является огневка, выедающая наши самшиты. Но у нее ведь есть и другие вредители. Но у буксусов есть и другие вредители. Такие, как самшитовая запятовидная щитовка. Она тоже очень маленькая. У нее короткий цикл развития и окно буквально в две недели, в конце июня, в начале июля. И в этот момент ее стоит обрабатывать контактными препаратами. Если вы не застали этот момент, стоит использовать мощные системники. Амплиго, корроген, Моэнту. При борьбе с сосущими вредителями хвойных обязательно стоит использовать агротехнические карантинные мероприятия. То есть, внимательно осматривайте растения перед покупкой. Малейшие белые пятнышки, наличие щитовок, странные бугорки, покусанные хвоинки – это повод к тому, чтобы не приобретать такое растение. Если все же вы его приобрели, то стоит карантинировать его, поставив отдельно от остальных растений, некоторое время, может быть, даже не высаживать. В питомниках обязательно черенкование только здорового материала и профилактические обработки в те моменты, когда наши вредители наиболее уязвимы. Еще раз. Это, как правило, апрель. Это середина мая. И это середина, конец июня. Наконец, завершающая обработка по зимующим стадиям идет где-то в конце лета. Это будет середина августа. По поводу подкормок заболевших растений. Убираем лишний азот. То есть, вместо весенних удобрений используем летние, вместо летних используем осенние, вместо осенних тоже осенние. Проводим дополнительные внекорневые опрыскивания сульфатом калия, препаратом бриксил кальций, такими удобрениями, как Плантофол 5,15,45. Обязательно боремся с муравьями, потому что муравьи способны разводить щитовок и тлей, как домашних животных. Они питаются их сладкими выделениями, и достаточно эффективно бывает уничтожить муравьев, чтобы тли стало заметно меньше. Важно, кроме того, поддерживать врагов наших сосущих вредителей. В первую очередь, это, конечно же, божьи коровки. Кроме того, есть масса наездников, которые питаются тлями. И чем богаче будет живность в нашем саду, тем меньше у нас будет вредителей. Конечно, я не смог за этот семинар охватить весь спектр сосущих вредителей и хвойных растений. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы постараемся на них ответить. Но мне кажется, что самые основные и ключевые моменты я все-таки осветил. Счастливо! Оставайтесь с нами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!